Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём, и в этом ролике мы поговорим о замечательной оптической трубе телескопа от известного бренда Levenhuk, а именно о модели Levenhuk RA-150COTA. Итак, друзья, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине Observer-msk.ru Приобретайте Opticus Observer по самым выгодным ценам. Также в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм-аккаунт, переходите и подписывайтесь, море крайне интересных постов, я думаю, вы не пожалеете. Что ж, друзья, в сегодняшнем обзоре мы рассмотрим отдельную оптическую трубу телескопа Levenhuk RA-150COTA. Она поставляется отдельно от монтировки, треноги и прочих аксессуаров, то есть приобретая такую зрительную трубу, вы должны быть готовы к тому, что всю остальную периферию для телескопа в сборе вам придется приобрести отдельно. Тем не менее, это достаточно интересный инструмент. В первую очередь он интересен своей оптической схемой. Рефлекторы Кассегрена не так уж часто можно встретить на российском оптическом рынке. Буква СИ в именовании как раз говорит нам о том, что этот инструмент сконструирован по оптической схеме данного оптика-изобретателя. Ну и кроме того, это очередной инструмент из линейки приборов Levenhuk RA, который славится своим качеством и ориентированностью на продвинутых любителей оптики. Конечно же, такая зрительная труба обязательно должна пройти и через наш обзор. Не будем более тянуть, переместимся к ней поближе и посмотрим на нее поподробнее. Дизайн оптической трубы Levenhuk RA 150C характерен для серии. Стильный матовый черный корпус из металла является визитной карточкой линейки. Комплектация же прибора максимально аскетична. Помимо самой трубы телескопа с двухскоростным фокусером Крейфорда, в нее входит лишь три удлинительных кольца, два для увеличения выноса фокусера на 1 дюйм и одно на расстояние 2 дюйма. Использовать их можно в любой комбинации, в зависимости от требований оборудования, используемого с телескопом, камерой или окуляром. Монтаж трубы на монтировку осуществляется посредством предустановленной длинной крепежной пластины типа ласточкин хвост. На ее нижней части есть и отверстие с резьбой формата 1,4 дюйма. В нашем обзоре мы используем именно данный вариант соединения. Однако оно имеет слишком малую глубину для надежной установки таким способом. Кроме того, масса трубы с удлинительными кольцами переваливает за 6 кг, что опять же предполагает более крепкое соединение с монтировкой. Хорошим вариантом последней станут решения EQ3-2 или вариации EQ5 с максимальной допустимой нагрузкой 7 или 9 кг соответственно. Левенгук РА-150С представляет собой рефлектор Кассегрена с апертурой 153 мм, а значит максимальным полезным увеличением 306 крат, а также фокусным расстоянием 1836 мм и, как следует, достаточно низкой светосилой 1 к 12. Такие показатели говорят о достаточно простом подборе необходимых линз и окуляров в больших возможностях в визуальных наблюдениях. С прибором доступно детальное изучение Венеры, Марса и Юпитера со спутниками и Сатурна с кольцами, тусклых объектов дальнего космоса, вплоть до 13-й звездной величины, а также разрешение двойных звезд до дуги в 0,76 угловых секунды. Оптическая схема рефлектора Кассегрена достаточно похожа на классический зеркальный телескоп Ньютона, однако в ней точка фокуса находится за главным зеркалом, как у ката диоптрических моделей, что несколько удобнее при практическом использовании. Основное же преимущество данной конструкции более чистое изображение, полностью свободное от сферической аберрации, а также с существенной корректировкой астигматизма и кривизны поля зрения, благодаря использованию параболического главного зеркала и гиперболического вторичного. Подобные приборы при достаточно внушительном фокусном расстоянии имеют в 2-3 раза более компактную по длине трубу при сравнении с аналогичными по характеристикам привычными рефлекторами Ньютона, дополнительный плюс к удобству и мобильности. Кроме того, все оптические элементы модели имеют качественное покрытие на основе кварца с коэффициентом отражения 92-96%. Внутренняя часть корпуса надежно зачернена и оснащена специальными светоотсекательными диафрагмами. Отсекатели, предусмотренные в конструкции трубы, позволяют снизить влияние паразитного света при построении конечного изображения, что ведет к повышению контраста картинки. В случае смещения оптических элементов при активном использовании как вторичные, так и главное зеркало можно тонко отъюстировать с помощью регулировочных винтов. Так выглядит телескоп со снятым фокусировочным узлом. Демонтаж, кстати, происходит очень быстро и без необходимости использования дополнительного инструментария, благодаря резьбовым соединениям. Экранирование апертуры телескопа вторичным зеркалом составляет около 15% площади или 38% диаметра, что является достаточно большим показателем, приводящим к серьезному снижению светового потока, поступающего на главное зеркало прибора. Из-за этого самые мелкие детали объектов при наблюдении на увеличение близких к максимально полезному могут несколько терять в резкости. Несмотря на то, что в инструкции к данной оптической трубе указывается возможность работы либо через установку удлинительных колец, либо с помощью диагонального зеркала, которое, к слову, необходимо приобретать отдельно, при визуальных наблюдениях сфокусироваться на объектах ночного неба нам удалось только при использовании и колец, и зеркала. Комплектный двухскоростной фокусер Крейфорда с механизмами грубой и тонкой фокусировки, передаточное число последний 1 к 10, это одно из главных достоинств оптической трубы RA-150C. Точная настройка резкости позволяет максимально эффективно использовать все возможности прибора, а добиться наилучшего результата поможет работа в связке с фокусировочной маской Бахтинова. Механика узла выполнена идеально, надежная металлическая конструкция, отсутствие люфтов и плавность подвижных частей – безусловные плюсы нашей модели. Вынос фокусера можно контролировать, ориентируясь на метрическую или дюймовую шкалу, нанесенную на выдвижную часть. Ход при этом ограничен диапазоном в 4 см. Сняв фокусировочный узел с телескопа, мы можем увидеть, что втулка имеет длину в целых 8,5 см. В теории, модифицировав речный механизм, можно добиться намного большего хода, что позволит без дополнительных удлинителей пользоваться более широким кругом аксессуаров – окуляров, линз и камер. Если вы имели опыт подобных модификаций с телескопами, пишите в комментариях, будет интересно узнать о ваших историях. В нижней же части фокусера расположен стопорный винт, благодаря которому в случае необходимости можно жестко зафиксировать его положение. Механизмы регулировки при этом работать не будут. Фокусировочный узел имеет посадочный диаметр 2 дюйма, а также оснащен переходником на диаметр 1,25 дюйма. Таким образом, на зрительную трубу можно устанавливать оборудование любого из двух наиболее распространенных в любительской астрономии стандартов. Что интересно, прижимные винты посадочных втулок фиксируют аксессуары не напрямую, а через гладкий механический хомут. Такое решение щадит баррелей, используемых с прибором диагональных призм или зеркал, окуляров, различных адаптеров, устанавливаемых в фокусировочный узел, дольше сохраняя их в неповрежденном виде. Оптическая труба оснащена площадкой для установки искателей стандартного размера. Напомним, что сам искатель в комплектацию модели не входит, его необходимо приобрести отдельно. В случае, если вы зародняетесь с выбором данного аксессуара, рекомендуем посмотреть наше видео, посвященное данному вопросу. При тестировании мы установили зрительную трубу Levenhuk RA-150C на монтировку Skywatcher AZ-EQ Avant, которая, нужно отметить, несколько слабовато для такой мощной трубы. Тем не менее, в ходе теста нам удалось заснять несколько интереснейших кадров, не будем более тянуть, давайте посмотрим на результаты тестирования. Запись видео проводилась путем установки камеры напрямую в фокусировочный узел прибора. Таким образом, можно гораздо лучше продемонстрировать возможности оптической трубы, чем при записи изображения через окуляр, когда существенно снижается качество картинки, получаемой в конечном итоге камерой. На момент проведения теста Луна, пожалуй, самый популярный объект наблюдений у начинающих астрономов, располагалась относительно низко над горизонтом. На небе присутствовала небольшая облачность, и кроме того, труба достаточно сильно дрожала из-за недостаточной грузоподъемности выбранной монтировки. Тем не менее, нам удалось запечатлеть несколько удачных кадров и в дальнейшем скомпилировать из них общее изображение диска естественного спутника нашей планеты. Линия терминатора, граница света и тени, на которой наиболее отчетливо видны детали лунного рельефа, в нашем случае находится практически у самого края диска с левой стороны. В этой области отлично читаются крупные и мелкие кратеры. А так выглядит Юпитер, крупнейшая планета Солнечной системы, снятая с высоким значением ИСО для отображения четырех крупнейших спутников, обнаруженных еще в 17 веке Галилео Галилеем, Ио, Калиста, Ганимеда и Европы. Луны газового гиганта видны как небольшие неяркие звезды. Понизив ИСО, мы сможем изучить и поверхность планеты. В частности, на записи становится различим наиболее крупный облачный пояс в виде темной полосы. Используя двукратную линзу Барлоу Сельстрон Омни в связке с камерой, можно чуть лучше рассмотреть диск Юпитера. Стоит отметить, что при визуальном наблюдении глазами с оптической трубой Левенгук Ра, конечно же, вы получите гораздо более детализированное изображение, так как камера априори несколько ухудшает общее качество картинки. В целом же модель оставляет положительное впечатление. Что ж, друзья, как мы с вами поняли в ходе сегодняшнего обзора и теста, зрительная труба Левенгук Ра-150С это действительно достойный внимания инструмент. В первую очередь инструмент будет интересен тем пользователям, которые ищут высокое качество и широкую функциональность. За счет своей оптической схемы данная труба, в отличие от классических рефлекторов Ньютона, имеет гораздо меньшие габариты, что опять же является плюсом, если вы ищете длиннофокусный рефлектор, но при этом не готовы мириться с большой длиной трубы. Механическая же и оптическая составляющие не вызывают никаких нареканий. Данный инструмент можно смело рекомендовать к приобретению. Что ж, друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний обзор. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео на нем. Также не забывайте, если у вас остались какие-то вопросы или вам есть что добавить по тематике ролика, обязательно все это оставляйте в комментариях, давайте общаться и делиться информацией. В описании же под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине abserver-msk.ru Приобретайте оптику с Abserver по самым выгодным ценам. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok